Мы находимся в Агентстве по противодействию коррупции. И сегодня у нас в гостях его директор Акмаль Бурханов. Акмаль, здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. И сразу первый вопрос, он у нас более вводный. Расскажите, как работает Агентство по противодействию коррупции? Для начала хотел бы обратить внимание на то, что само образование Агентства по противодействию коррупции есть политическая воля. А в новой Конституции статус Агентства закреплен как конституционный орган и руководитель которого должен избираться Сенатом Республики Узбекистан по представлению президента. Таким образом закрепляется институциональная независимость Агентства. При реализации антикоррупционной политики нашей миссией является обеспечение координации и взаимодействия деятельности госорганов, гражданского общества, СМИ и других организаций. То есть Агентство является координирующим органом. Как вы выявляете факты коррупции? Как возникают какие-то подозрения? Расскажите про этот процесс. Факты коррупции могут быть выявлены разными путями. Я бы условно определил несколько этапов. Например, первое это во время анализа деятельности ведомства самих сотрудников антикоррупционного контроля, то есть внутреннего антикоррупционного контроля. Они могут выявлять коррупционные риски, так и сами выявлять факты совершения коррупции. Это первый этап, то есть самими сотрудниками внутреннего контроля в министерстве ведомств, потому что они на регулярной основе проводят мониторинг и анализ антикоррупционных рисков. Конечно же, они в ту же минуту сообщают нам о каких-то коррупционных правонарушениях, а также о коррупционных рисках. Это первое. Второе. Во время мониторинга государственных закупок мы на регулярной основе проводим онлайн-мониторинг. То есть, как вы знаете, два года назад на основании изменений в законодательстве о госзакупках все государственные закупки должны проходить через онлайн-портал. То есть мы проводим онлайн-мониторинг через этот специальный портал все государственные закупки и выявляем множество коррупционных фактов. Например, только в этом году мы выявили более 300 незаконно проведенных государственных закупок. Это второе. Еще один этап – это мы на постоянной основе проводим изучение в регионах. Именно выезжая на места, наши сотрудники проводят изучение и во время изучения мы выявляем факты коррупции. Еще один этап может быть изучение по сферам, исходя из рейтинга по отраслям или по регионам. Мы каждый квартал формируем рейтинг, рейтинг восприятия коррупции и вообще коррупционной ситуации в регионах и сферах. И исходя из итогов этого рейтинга мы можем выявить коррупционные проявления. Основной момент – это путем изучения и реагирования на обращения граждан. Кстати говоря, с прошлого года мы запустили колл-центр, то есть телефон доверия, именно по которым граждане могут сообщать о фактах коррупции. Номер на экране. Конечно, это неисчерпывающий перечень. Также агентство сотрудничает и с другими государственными органами, которые ответственны за противодействие коррупции. Также агентство вправе создавать совместные группы для проведения проверок и изучения, а также подготовки аналитических документов именно по противодействию коррупции. Мы можем формировать рабочую группу с участием представителей правоохранительных органов для проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. Ну вот с мониторингом все плюс-минус понятно. Вы анализируете документы, пытаетесь найти какие-то несостыковки, превышение стоимости и все такое. А бывает, что, допустим, ну вот по факту оффлайн работаете, там, скажем, взяли какого-нибудь сотрудника под прикрытием и он пошел, предложил взятку, кто у вас под подозрением. Такое может быть? Нет, это уже является оперативно-развукной деятельностью, поэтому таких полномочий у нас нет. Но, как я уже сказал ранее, по каждому обращению мы в первую очередь реагируем на это, то есть мы сообщаем правоохранительные органы об этих фактах и мы до конца контролируем ход проверки или ход изучения, ход, например, доследственных или следственных мероприятий этих правонарушений. Хотел бы подчеркнуть, что недавно, 27 ноября, вышел новый указ президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах противодействия коррупции. Выделены дополнительные полномочия агентству, где мы можем проводить такие контрольные закупки, работе, например, колл-центров. Может быть, вы тоже сталкивались с таким, что когда вы звоните в колл-центр или же телефон доверия государственных органов, вы не можете дозвониться, например. По этому направлению мы можем проводить такие контроль качества. Агентство уже существует 3,5 года, достаточно серьезный срок. Что вы считаете его главным достижением за это время? Если говорить одним словом, это комплексный подход. Почему я так говорю? Потому что на сегодняшний день мы смогли формировать единый комплекс мероприятий по противодействию коррупции. Это, в первую очередь, внедрение превентивных мер, создание институциональных и правовых основ по противодействию коррупции, обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных органов и международное сотрудничество, имплементация международных стандартов в законодательстве Республики Узбекистан и, конечно же, усиление ответственности за коррупцию. И самое главное, что мы можем с гордостью сказать, что на сегодня, за последние 3-4 года у населения, у граждан появилось нетерпимое отношение к этому явлению. Пытались ли подкупить ваших сотрудников? Если да, то как? Были. Были, конечно, случаи подкупа наших сотрудников, но мы с первых же дней поступления на работу в агентство, у нас есть свои правила. Мы на постоянном основе повышаем квалификацию наших сотрудников и, конечно же, не бывало такое, что эти случаи были доведены до конца. Вот как правильно человеку, допустим, госслужащему реагировать, если ему предложили взятку? Что он должен сделать? Ну, понятное дело, отказаться, но дальнейший кейс. Конечно, отказаться, но само отказаться — это еще не конец. В первую очередь они должны сообщать об этих фактах, сообщать соответствующим органам, правоохранительным органам. Как я сказал, у нас тоже есть колл-центр. Есть такие факты, о которых можно не сообщать, условно? Проблема и беда нашего менталитета состоит в том, что мы проводили различные опросы среди населения и практически почти 20% опрошенных говорят, что они не сообщают о фактах коррупции, не хотят сообщать. И мы когда спрашивали у них, почему вы не сообщаете, они приводили несколько причин. В первую очередь они считали, что это обычная вещь, то есть это нормально, что не сообщать. Второе — они не доверяют правоохранительным органам. Как не доверяют? Они не верят, что им помогут. Да, не верят, что им помогут. И третье, самое главное — они боятся. Как боятся? Они боятся преследований или же угроз со стороны. И для предотвращения таких опасений и причин мы, конечно же, все правоохранительные органы, включая наше агентство, мы всегда агитируем, что все сообщения, все факты будут тщательно изучены. И, конечно же, мы обеспечим ответственность за каждый случай коррупции. Три года назад, то есть в конце 2020 года, мы инициировали постановление Кабинета министров, предусматривающие вознаграждение за сообщение о коррупционных фактах. Это первое. Второе — мы внесли изменения в законодательство о защите граждан, сообщивших о фактах коррупции. Государство будет защищать людей, которые сообщают о коррупционных фактах. Что полагается человеку, который сообщил о коррупции в плане защиты? В первую очередь, это, например, если он работник, работает где-то, государство обеспечивает, чтобы его не преследовали на работе. Это первое. Второе — защита семьи. И третье — защита во время уголовного преследования или проведения следственных мероприятий. Физически даже может быть у вас охранник, который будет вам, скажем, вашу семью охранять? Если этого требуют, да. Это тоже предусмотрено законодательством. Как вы оцените уровень коррупции в Узбекистане от 1 до 10? Я всегда должен оценивать это как 10 баллов максимально. Потому что для нас, для агентства, как представителей антикоррупционного органа, любое коррупционное проявление для нас считается огромным ущербом или уроном для государства, для общества. В этом году мы побывали в Финляндии, в Эстонии, где уровень коррупции самый низкий. Они тоже говорят, что у нас везде коррупция. Понимаете? Только тогда мы можем побороть коррупцию. Если мы будем хвастаться или же будем считать, что мы побороли коррупцию, мы никогда не предотвратим это зло. Все знают, что коррупция – это взятничество. Но взятничество является одним инструментом коррупции. Под взятничеством лежат и кумовство, и растрата бюджетных средств, незаконные противоправные действия в сфере госзакупок, конфликты, интересы и так далее. Очень-очень-очень много проявлений, которые влияют и вообще которые являются коррупцией. Поэтому я думаю, что будет неправильно измерять коррупцию в какой-то стране, потому что есть страны, которые политическая коррупция или же коррупция на высоком уровне очень высока, а на бытовом уровне практически нет. Но факт, что у них тоже есть коррупция. Поэтому очень сложно оценить уровень коррупции по какой-то шкале, там, десятибалльной шкале. Ну а я напомню, если вы хотите начать бороться с коррупцией, то вот номер на экране, обращайтесь. Вот мы уже затронули немного ту тему, когда люди неохотно сообщают о фактах коррупции, считают, что западло об этом говорить. Помимо этого фактора, какие еще есть причины, точнее сложности борьбы коррупции именно в Узбекистане? Почему мы не в Финляндии еще? У нас такое сознание, что, в первую очередь, коррупция – это только проявление среди государственных служащих, то есть в госслужбе. И коррупцию делают только представители государственной власти. Это первое. Второе – просвещение и агитация или пропаганду мы считаем как последний метод борьбы с коррупцией. Но, как показывает опыт зарубежных стран, которые очень активно и благополучно борются с коррупцией, в первую очередь, они ставят именно пропагандические мероприятия и агитацию и так далее. Наши люди считают, что коррупционные проявления отражаются исключительно или только в государственной службе. Мы недостаточно обращаем внимание на повышение правосознания или же на агитационные мероприятия и так далее. Коррупция проявляется не только в отношениях в государственной службе и в повседневной жизни тоже. Вот в бизнесе, например. Или же кому-то что-то помогаете, используя свои полномочия. Но у человека, который ведет бизнес, у него нет полномочий. Как он может кому-то помогать на государственном уровне? Нет, подождите. Например, вы ведете бизнес. К сожалению, у нас, не только у нас, во многих странах, в мире уровень теневой экономики превышает 40, даже 50%. Это почему? Бизнесмены считают обычным делом, например, не платить налоги или же что-то как укрыть. Ну вот, допустим, если коррупция на госуровне, она понятна, какой она мне урон как гражданину наносит? То вот, допустим, то, что там какой-то бизнесмен, условно, не прописал налоги, это не совсем для меня очевидное какое-то проявление коррупции. Чем это чревато? Во многих странах уровень теневой экономики, а также уровень коррупции проявляется в сфере строительства. Например, вы строитель, бизнесмен, строите дом. Вы должны нанять строителей, сколько-то, да? И бывает такое, что вы специально, чтобы не платить налоги или же обойти налоговое время, вы официально нанимаете, например, 10 человек, хотя работает там 100 человек. Остальные 90 человек, они неофициально работают. Их могут кинуть, грубо говоря. Кинуть, и даже тогда, когда они на пенсию выйдут, потом они будут чувствовать, что они были жертвами коррупции. Это и урон государству тоже, в бюджет не поступают деньги и так далее. Если в бюджет деньги не поступают, то мы будем вынуждены урезать бюджет, например, в сфере социальной сферы, в сфере здравоохранения, в сфере образования и так далее. Но главное, чтобы те деньги, которые отчисляются в налоги, они, главное, доходили до нужных, скажем, социальных каких-то вещей и так далее. В последнее время мы уделяем внимание на открытость и прозрачность деятельности госорганов, в том числе и в финансовом плане. В 2021 году впервые был издан указ президента, в котором было предусмотрено, что впредь, тогда еще в 2021 году, 33 видов информации подлежат обязательной публикации со стороны госорганов. На сегодняшний день это число достигло до 40. Это и куда тратить деньги, сколько поступает деньги. Согласно недавнему указу, мы еще включили три информации, которые подлежат раскрытию. Это, например, деньги, поступающие в небюджетные фонды государственных органов. То есть это какие деньги? Это суммы от оплаченных штрафов, например, и так далее. Или же еще один пример, это совершенно новая система, опенбюджет. То есть население сами решает, куда тратить государственные средства, деньги. А вот, допустим, агитировать людей за литр колы, отдать голос, это является проявлением коррупции? Вот в опенбюджет было голосование. Это очень сложный вопрос. Я, конечно же, против этого. Но, конечно же, ради общества они собирают деньги не для государства, не для кармана кого-то, понимаете? Вот это вопрос есть. И кто это раздает, тоже вопрос. Обычные, ну, либо люди заинтересованы в том, чтобы их школу отремонтировали, или улицу, скажем, и раздают таким же другим людям, которые живут рядом. Да, это, я думаю, что не в таком направлении или не в таком формате надо делать. Это неправильно, конечно, но я не думаю, что это коррупция. Но не таким образом должен этот процесс. Наверное, вечный вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение. Кто хуже? Кто отдает взятку или тот, кто ее берет? Я думаю, что всегда виноваты обе стороны. Вся проблема в отношении общества, коррупции, я считаю, что равносильно виноваты даже те, кто эти взятки дает. Даже когда есть элементы понуждения, то есть он был вынужден, всегда есть выход не давать взятку. Или же обратиться в соответствующие структуры. То есть общество формирует обычаи. Тогда вот следующий вопрос. Почему люди дают взятки? Люди дают взятки по тому, чтобы побыстрее решить свой вопрос, конечно же, в первую очередь. Люди дают взятку, что думают, что это обычное дело. Без этого они не могут решить вопрос. Это тоже есть. То есть наше правосознание такое. Пользуясь случаем, я хочу подчеркнуть, что есть очень-очень много направлений и сфер, которые можно решить вопрос без никаких денег. Например, последние 2-3 года 500 государственных услуг оцифровано. То есть те, у кого есть навыки информационно-коммуникационных технологий, они могут получить более 500 государственных услуг, не выходя из дома или из работы. Я еще раз повторюсь, без повышения правосознания мы не можем побороть коррупцию. То есть мы работаем, мы делаем, мы работаем над этим, чтобы не давали, чтобы не получали взятки, чтобы не было человеческих факторов. Но, к сожалению, есть такие люди, которые считают давать взятки обычным делом. Вот мы проводили опрос в прошлом году среди молодежи. 30% опрошенных считают дачу взятку обычным делом. Остальные 70% что думают? Нет, остальные 70% утверждают, что это влечет уголовное преследование, что это преступление. Но, к сожалению, еще 30% молодежи считают это обычным делом. И, к сожалению, многие, у меня тоже знакомые такие есть, даже если я решу вопрос бесплатно, надо дать ему. Вот такое есть. Когда мы вот это все уберем из головы, что все должно быть, государственные услуги должны предоставляться бесплатно, и за бесплатно ты можешь решить свой вопрос, тогда мы можем, как бы, говорить, что можем побороть коррупцию. Правильно ли я понимаю, что цифровизация – это один из методов борьбы еще с коррупцией? Однозначно, однозначно. Это уже и практика показывает, и статистика тоже показывает. Вот если посмотреть на статистику, раньше, например, 4 или 5 лет назад, основная доля коррупционных преступлений было взятничество, то есть дача взятки или получение взятки. В последнее время мы сократили в разы уровень коррупции в этом направлении, в этой сфере. Почему? Это, конечно же, результат цифровизации. Или же мы, вот как я сказал, выявили более 300 незаконных или же противоправных деяний в области госзакупок. Как мы это выявили? Небольшой штат у нас. Благодаря цифровизации мы предотвращаем. Наша основная цель – это бороться не с последствием коррупции, а предотвращать коррупцию. То есть выявлять причину и факторы, вызывающие коррупцию. Ну и давайте немного подытожим. Красной нитью у нас через все интервью проходила тема сокращения уровня коррупции в Узбекистане. Как этим занимается агентство? Как оно над этим работает? Я уже говорил, что мы основное внимание уделяем на превентивные меры. Это, в первую очередь, внедрение новых антикоррупционных систем, внедрение системы комплайнс-контроль. На сегодняшний день мы внедрили систему комплайнс-контроля в 90 государственных органов. То есть борьбой коррупции занимаются не только правоохранительные органы, но также мы принуждаем самих государственных органов проявлять коррупцию и вообще бороться с коррупцией. Это первое. То есть дальнейшее внедрение превентивных мер. Еще одно направление нашего агентства – это дальнейшее обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных органов. Как я уже говорил, если в 2021 году было 33, в прошлом году было 35, а в этом году достигло 40. Но есть очень еще много информации или же направлений, которые государственные органы должны раскрыть. Тогда и повысится ответственность госорганов, и они не могут совершать коррупционные правонарушения. Это второе. Третье. Мы должны и мы продолжаем процесс цифровизации. Цифровизация, в первую очередь, государственных услуг, государственные закупки и так далее. И в этом направлении, конечно же, мы проводим мониторинги, анализируем. Для этого мы создали различные индексы, например, индекс открытости государственных органов. И мы измеряем открытость, насколько открыты государственные органы и так далее. Или же индекс антикоррупционной деятельности государственных органов. По итогам 2022 года мы проанализировали, то есть мы провели оценку 62 государственных органов, как они работают в сфере борьбы с коррупцией. И, конечно же, самое главное, это внедрение системы антикоррупционной экспертизы нормативно-правых актов и их проектов. Мы должны достичь такого уровня, что все проекты нормативно-правых актов должны в обязательном порядке пройти антикоррупционную экспертизу, а также действующие нормативно-правые акты тоже должны проходить антикоррупционную экспертизу. Впрочем, на этом у нас все. Но я напомню, что с нами был директор агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Акмаль Бурханов. Акмаль Акя, спасибо вам большое. Спасибо.